Здравствуйте подписчики и гости канала Счастливых в Деревне. Приехала только что с района, получила все посылки и сейчас покажу, что же мы купили. Уже наступила осень, пора готовиться к зиме. Я себе заказала вот такую развлекутую. Вот такие вот пазлы на 4000 элементов и буду складывать, развлекаться зимой. Очень люблю пазлы. В общем-то решила побаловать себя и заказала себе вот такую вот красоту. Это вот такое вот удобрение, реаниматор растений и земли. Я раз решила попробовать, потому что есть кое-какие комнатные растения, которые постоянно болеют. Листочки постоянно вянут, сохнут, отмирают. Уже что только я не делала, чем не обрабатывала. В общем, все не нравится. Уже на протяжении года мычаюсь с этими растениями. Их два у нас. Посмотрим, как она себя проявит и будет ли какой-то результат. Так как, в принципе, это удобрение очень дорогое по сравнению с остальными удобрениями. Так, здесь я решила устроить небольшой ремонтик. По крайней мере, поэкспериментировать на небольшом участке стены. У меня есть там уголок. В общем, купила жидкую гидроизоляцию. Посмотрим, как она себя проявит. Это вот такая вот лента на углы, тоже гидроизоляционная. На стыке, можно сказать, углов разных. И теплоизоляция, тоже жидкая. В общем, планирую начать делать ремонт. Это, кстати, и то, и то. Гидроизоляция и теплоизоляция зеленого цвета. Интересно, нужно будет потом сверху еще обрабатывать чем-то. Типа шпаклевки, или может быть водоэмульсионка, или еще что-то. Или же оно и будет красиво зеленым цветом смотреться. Но, в принципе, я посмотрю, если зеленый цвет будет красивый, эстетичный, то, может быть, оставлю, а нет, то где-то здесь еще должны быть панельки. Дойдем до них, посмотрим. В общем, не знаю. Если вы пользовались такими теплоизоляцией, такой гидроизоляцией, пишите в комментариях, как они себя проявляют, работают ли, и какой срок службы, какие есть нюансы. Я, в принципе, это планирую делать не в ванных комнатах, а именно на стене, в обычной, ну, гостиной, можно так назвать. Есть уголок такой у меня там, с которого я хочу начать как раз осень, зима. На улице ничего делать не нужно будет, поэтому займусь, может быть, таким вот ремонтом. По чуть-чуть будем делать. Посмотрим. Открывать не буду, так как я в ближайшее время не собираюсь этим заниматься. Поставлю, ну, где-то, думаю, в течение месяца, может быть, полутора уже буду делать. Наноситься это все будет на обычную глиняную стену самам. Поэтому, по идее, мне предвест сказала, что наноситься должно хорошо. Сначала наносится гидроизоляция. Ну, сначала грунтуется обычной грунтовкой, потом гидроизоляция наносится, потом теплоизоляция, а потом можно обрабатывать стены там чем-то дополнительно, если есть такое желание. Но у меня такого желания пока что 50 на 50. Посмотрим, как оно будет смотреться, в общем. Поехали. Заказала веревку. Здесь 8 мм, длина 50 метров такая вот веревочка. Эта веревочка идет у нас 6 мм, длина 60 метров такая вот тоже. Это обычный провод, обмотан ПВХ металлический, в хозяйстве пригодится, по пути уже взяла. Здесь такая вот лента, так как у нас уже подвязочные ленты все закончились, взяла вот такую вот. В принципе, максимум ее хватает на сезон. Это элементарно, опять же, подвязывать помидоры и что-то в этом роде, потому что на постоянное, к примеру, что-то подвязать на улице, чтобы оно было длительное время, несколько лет не получится. Это очень дешевая и некачественная веревка. Нить, она трескается и разлазится, рвется на солнце, поэтому максимум летом простоит на помидорах. Заказала карабины и пришли такие огромные. Это я козлам заказывала, но я даже не ожидала, что они будут настолько большие. И вот такие вот маленькие карабинчики. Ну, в общем, все для хозяйства. Так, хозяйственная коробка. Это у нас свет-аптека. Взяла вот такие вот чашечки. Взяла еще одну лампу про запас для поросят, потому что Лёля уже просится где-то через месяц. Примерно у нас есть одна лампа, я брала у нас в районе вит-аптеке, но решила запасную взять. А то если та сломается, как раз уже осень, поросята точно померзнут. И вот такое вот средство взяла для проверки на мастит. Ну, и вот эта специальная тарталетка проверять. Посмотрим. Просто ради интереса. Посмотреть, что там и как. Есть ли какие-то проблемы у нас у козочек с выменем. В принципе, все вроде бы, все вымен мягкое у всех, но попробовать стоит. Это сосочки, они там были какие-то дешевые. И я просто взяла по пути, вдруг пригодятся в хозяйстве. И три кальций-фосфат. Добавочка. А, вот есть уже щипцы. Это я специально заказала уже, чтобы не забыть. Потому что я всякий раз езжу в аптеку, в вит-аптеку, и забывала купить щипцы для того, чтобы обрезать клыки поросюшкам. Поэтому заказала. Интересно. Вот так вот, наверное, да? Вот такие вот щипчики. 500 рублей стоит. Так они открыты, а так и закрыты. Вот так вот. Так, а это клеющиеся панельки, вот такие вот мягенькие, надеюсь, за ними не будет видно, насколько кривые стены. Посмотрим, как оно будет все смотреться. Это кокосовое масло, нерафинированное, такая вот литровая баночка. Дальше здесь приправы идут, это паприка копченая, здесь есть острая, а здесь не острая. Вот нужно будет разобраться, по 100 грамм приправа. Непонятно, смылась надпись, придется пробовать на вкус. Фу, чип! Это, скорее всего, грибная соль. Полкилограмма. Нет, соль грибная эта. Грибная соль здесь, а что это? Пока что непонятно. Семена тора, хочу попробовать это вместо кофе. Говорят, его применяют вместо кофеина. Чай, кофе уже поднадоели, попробуем тору. Приправа 250 грамм для омлетов и яиц. Здесь полкила ашваганды лекарственной. Так, и это, скорее всего, что-то я брала тоже вместо чая и кофе какое-то. Непонятно. Имбы 0,5. 3, пова, имбы 0,5. Что это? Непонятно. На окладной нет. Нужно будет заходить в кабинет, смотреть, как оно называется. Но там, по-моему, оно тоже должно быть тонизирующее что-то. В общем, нужно будет смотреть, что это. Такой продуктовый. У нас здесь ничего такого купить нельзя, поэтому заказываем через интернет. Так, здесь в основном 10 пачек идет корня аира лекарственного, 8 незаменимых аминокислот для профилактики, напальченики, потому что как порежется что-то, про запас, ничего себе я их набрала. Ну, в общем, перекись и обычная обезболивающая таблетка. Вот такой наборчик. Опять же, ездить часто у нас не получается, так как машины нет, а ехать на маршрутках, это, ну, потратить почти полдня. Ух, это еще один продуктовый набор. Здесь, значит, по-моему, 30 пачек цикория стопроцентного. Кофе я решила попробовать разный для экспериментов, а то то кофе, которое у меня, уже мне надоело. Мы покупали у нас зерновое кофе, килограммовая пачка. Мы тоже ее покупали, у меня, по-моему, еще даже одна пачка целая килограммовая есть, а одна уже заканчивается, и это уже молотый, ну, попробую. Были на сайте, решила по пути взять. 30 пачек, значит, цикория, и здесь еще где-то должен быть чай. Чай-пуэр. Есть обычный черный пуэр, и выдержка его, по-моему, 5 лет, а есть какой-то пуэр, он подороже, но его выдержка 12 лет. Есть просто пуэр, а есть дворцовый пуэр. Вот он дороже, и он, как бы, у него выдержка дольше. Посмотрим, какие будут на вкус. Я взяла дворцового пуэра килограмм, потому что он значительно дороже, а обычного пуэра 2 килограмма. Ну, дальше, вот такая вот посылочка. Причем сделали, вот я буду разрезать клеенку, и как раз по пинохолу и порежу. Нельзя было все картонкой обволочить. Чудом не порежено. Здесь у нас 10 метров пинохола обычного и проволока. По-моему, метров 10 такой потолще и 10 метров потоньше. Я почему-то думала, они будут скручены в более меньший, скажем так, кружок. Ну, прям в такой вот сделали большой круг. В общем, вот такая вот покупочка. Так, ну, это собачий пул. Такая вот пачка. Здесь 10 килограмм и где-то есть еще одна посылка, где есть еще вот таких вот две пачки, так как мы ей 30 килограмм всего заказывали. Здесь 10 килограмм. Во-моiy! Во! Во... Во! здесь коробочка с горшками вот такими вот небольшими мисочками для тех же горшков потому что горшки продавались без поддонов вода куда-то должна стекать поэтому пришлось отдельно покупать мисочки также еще обычные лампочки чтобы сарай укос было светло еще один небольшой горшочек и вот такие вот горшки здесь должно быть литров 12 наверное или 10 на 14 литров в общем вот такие большие здесь получается посылка с квадратными обычными горшками для рассады такие вот стаканчики на 2 литра потом вот такие вот побольше на 3 литра это уже на литр такие стаканчики тоже квадратные причем хорошее качество плотные здесь у нас на сколько литра на 5 литров тоже такие же горшочки но уже тут на 5 литров на эти вообще такие плотные хорошие на 18 литров и еще пять штук на 25 вот так это тоже хозяйственная скажем так коробочка здесь тоже горшки по 10 литров переноска такая вот хорошая это переноски с патроном для ламп пять штук таких и чайник чайник запасной у нас в принципе есть чайник но они всегда очень неожиданно ломаются поэтому всегда должен быть запасной чайник так как мы уже один запасной чайник поставили и у нас сейчас чайник один работает то если он сломается будем и без чайника поэтому всегда должен быть блендер чайник в запасе это опоры для растений одна не поменьше на 60 сантиметров и одна идет побольше на метр двадцать их по три штуки набрали они круговые должны выглядеть такие самые обычные бамбуковые палочки тоже разных размеров вот такие вот тоже под опор есть бамбуковые и есть такие вот металлические вот такие вот у нас покупки пишите комментарии как вам такие обзоры если вам нравится вам интересно то я могу снимать их чаще так как мы примерно каждые два месяца иногда даже если это весенний период раз в месяц сделаем огромные скупки покупаем много всего для дома для сада для огорода для себя очень много разных товаров если вам интересно пишите в комментариях сниму видео покажу поделюсь вы в комментариях также пишите если вы чем-то из нами купленного уже пользуетесь пишите как она всем хорошего настроения не забудьте подписываться на канал до новых встреч